Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Киев, мы с вами снова о серии на проекте Amazon Holy Play, сегодня будет интересное видео про обновление, наконец-то мы его дождались пацаны, наконец-то оно получилось не очень охуенное, но сегодня я вам все подробно расскажу, покажу, поэтому смотрите видео от Сначала до конца, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, набирайте 300 лайков и я иду снимать новое видео, поэтому пацаны ставьте лайки, реально подписывайтесь, обязательно подписывайтесь, потому что хочется уже 20 тысяч подписчиков очень сильно добить, как бы поэтому кто не подписан, подписывайтесь на канал, чем быстрее вы набираете лайки, тем быстрее выходят новые серии по мазингу, также не забывайте видеть мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гим, на пятом уровне получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч, Мой промокод можно вводить на любом сервисе в холиплей. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Минуточку внимания, хотел бы посоветовать свой инстаграм, потому что там выходят самые свежие новости. Каждый день выпускаю истории, делаю стримы. Поэтому всем совет подписаться на мой инстаграм, там есть много фоточек, которых нету, допустим, вконтакте. Там реально просто эксклюзивчик, поэтому всем совет подписаться, мне будет очень приятно. Потому что я очень хочу добить в инстаграме тысячу подписчиков. Но вы, конечно же, мне в этом можете помочь. Поэтому, кому не сложно, кому интересно, переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на мой инстаграм. Я думаю, вы не пожалеете, потому что всегда интересные истории, интересные фоточки. Делаю стримы, общаюсь с вами, поэтому вы точно не пожалеете. Берите просто и подписывайтесь на мой инстаграм, я вам буду очень сильно благодарен. Итак, пацаны, наконец-то вышло обновление, которое я ждал очень долго, потому что вообще реально скучно, настолько было на серваке, что это просто не передать словами. Поэтому сегодня мы посмотрим обновление. Первое, что я заметил, то что добавили новый тюнинг. Просто смотрите на эту пушечку, бля, ебать она охуденная. Задержение и развал добавили на все машины. Но именно пневмо. Есть только вроде бы у Ромы. Но это не точно, пацаны. Но смотрится реально пиздато. Также добавили вертолеты в семью. Это реально круто. Наконец-то их добавили, потому что перед лобалкой они были. А вот после лобалки их убрали. И вот обратно добавили. Теперь есть вертолеты семьи. И они покрашены на цвет семьи. Вот это реально круто. Это круто то, что добавили вертолеты, потому что с ними намного удобнее будет. Посмотрим, что там еще добавили. Добавили еще МПшки, по-моему, подарки. Я вот с пацанами катаюсь. Александр Адигамов, Ромочка. В принципе, все как надо. Я хочу сейчас тюнинг поехать. Посмотреть, сколько вообще это стоит. Отрицательный развал отсутствует. Stage 1, кстати. Вот, наконец-то сделали. Так, целостность-то не важно. В принципе, да, видите, вот. Теперь пишется, как у вас stage стоит на машине. И пишется, есть ли у вас развал, схождение. Ну, сейчас, короче, посмотрим, сколько вообще это стоит. Блядь, я надеюсь, что это стоит не сильно много. Так, вот, пацаны, получается. Клиренс и развал. Так, клиренс. Извините, ваш транспорт. Бля, у меня машина не поддерживает занижение, прикиньте. Давайте на ежке, короче, попробуем. Говорят, пацаны, что занижение стоит лям 700. Но это пиздец дорого для занижения. Они ебанутые или что? Нихуя себе ебать. Нормально так упала малышка. Нормально. Чисто, ебать, лежит как надо. Лям 750. Бля, конченые люди просто это придумали. Ну, бля, развал я вам не покажу, пацаны. Ну, бабок нема у меня. Я бы поставил занижение, но бабок нема. А развал также стоит? Тоже лям 700. Ну, типа, надо сначала сделать занижение, чтобы сделать развал. Типа, без этого никак. Тонировку даже зажали. Ну, в принципе, похуй, поехали смотреть остальные обновления. Ну, блядь, как по мне, это сильно дорого. Типа, ну, блядь, где они видели занижение, сука, за лям 700? Это разве, что пневма за лям 700 может быть. Но никак, блядь, не пиление пружин, блядь. Пилил пружину за лям 700. И, блядь, заебись, конечно. Пиздец, где они такие цены вообще брали, нахуй. Они, блядь, походу, травку покурили, перед тем, как цены делать на тюнинг, блядь. Ну, реально, сука, дорого, блядь. Лям 700 просто за занижение. За занижение, сука. Спойлер, блядь, и то дешевле, по-моему, стоил, блядь, чем занижение. И скидку, по-моему, на занижение нельзя сделать. Но это реально очень дорого, пацаны. Реально очень дорого. Понятное дело, что я себе это буду ставить. Но я считаю, что это реально очень дорого. И, ну, блядь. Ладно, если бы оно стоило 500 тысяч. Но не как лям 700, там, блядь. И так далее. Это на любую машину на лям 700 стоит. Ладно, если бы это зависело, типа, от стоимости машины. Но это на любую машину стоит занижение лям 700. Это реально пиздец. Также, пацаны, добавили новую машину. Одну. Это Audi R6 в новом вкусове. Я, честно, не вижу смысла. Зачем добавлять старый кузов, оставлять. И добавлять новый. Ну, смысл в этом, понимаете? Ну, да, новая, типа, быстрее будет, чем старая. Но, блин. Я реально смысла не вижу. Зачем так делать? Тем более, R6 старой нету в автосалоне. Зачем добавлять новую в автосалон тогда, типа? Ну, где логика просто? Если не добавили новую R6, то добавьте старую в автосалон. Вот, новая, получается. Стоит на 15 миллионов. Тезарь 10 тысяч стоит. Окей, давайте возьмем на Тезрайв. Либо я долбоеб, либо мне показалось, что написано Шкода. Ха, Шкода Супер Б. Сука, вы дебилы просто, блядь. Как так можно было сделать? Блядь, вы, сука, Ауди назвали Шкода Супер Б, блядь. Как это можно было не увидеть просто? Реально, разработчики, пожалуйста, угомонитесь, серьезно. Ну, как это можно было не увидеть? Хотите прикол нахуй? Они в автосалоне название поменяли. Это написано Шкода Супер Б, блядь. Как можно, блядь, это было не увидеть, сука? Блядь, пиздец, как будто они первый день работают. Серьезно. Ну, как это можно было не увидеть? Ну, мелочь, пацаны, неприятно. Ёбаный насос. Честно, я первый раз вижу новую РЭСку. Типа, ну, такое себе. Вот этой тачке не помешало бы занижение, кстати. Вроде чат еще изменился. Он теперь желтым светится. Раньше был, по-моему, или серый, или черный. Я уже не помню. Мы тут откатили. Ах, вы гандоны. О, еще камеры поменялись, смотрите. Ну, картиночка поменялась. Эти радары, сука, на 60 километров меня так уже бесят просто. Их натыкали, блядь. 300 радаров, блядь, на один метр понахуярили, блядь. Ихуй проедешь. Да, блядь, ёбаный, сука, штрафы, блядь. Заебали. Ну, блядь, жопа прикольная, не спорю. Но, блядь, жопа как-то больше на джип похожа уже. Не, ну, симпатичная машина. Ну, блядь, я не вижу смысла старую продавать и покупать эту. Да, конечно, это быстрее. Сука, блядь, ёбаные штрафы. Ну, типа, бнова, знаете, такая не пиздец, прям охуенная. Добавили еще дейли, сейчас мы туда поедем, посмотрим. Ну, типа, я ожидал большего, серьезно, я ожидал большего. Возможно, это неполноценное обновление, типа, возможно, что-то еще добавят. Ну, блядь, то, что они на ауди написали шкода, это пиздец, реально. Сейчас пойдем на дейли, посмотрим, что там происходит. Я, пацаны, извиняюсь, если я буду за 15, я за сутки поспал 4 часа, реально, типа, ну. Так, вот сюда нам нужно подъезжать. Так, создать лобби, найти лобби. Так, создать лобби, давайте. Локация. Ох, нихуя себе. Так, давайте посмотрим. Давайте, локация у нас будет. Арена. Арена, режим. 1-1, 2 на 2, 1-1, давайте выберем. Количество раундов. Три. Время на раунде. 1 минута. Оружие. Так, оружие, давайте выберем, блядь. Дробовик. Где тут дегл? Пистолет ТТ. И. Ага. Так, назад. Ставка, ставка, ставка. 1 рубль, пусть будет ставка. Так, статус PC разрешен. Так, пароль. Публичный доступ. Так, создать лобби. Внимание, ваше лобби будет создано. Залетайте кто-то, пацаны. Давайте, я создал там лобби. Пусть кто-то залетит. Не, ну выглядит охуенно, не спорю. Наконец-то, блядь. Ебать это сложно, пацаны. Не, либо я просто тупой, конечно. Два варианта. 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 ты сучка крашеная блять сука ебану держит блять нахуй блять сосать нахуй сосать . лежать . давай родной я выиграл просто просто разнес батя батя просто выиграл короче пацаны решил их сравнить audi r6 новую старую ну блять согласитесь старая намного как-то по интереснее выглядит но поагрессивней просто эта новая r6 она как-то больше на g похоже на какой-то кроссовер знаете на высокая такая не понятно дело то что ее скорее можно занизить диски прикольные дам не спорю но блять она реально больше на кроссовер похоже на какая-то сильно большая вот можете даже сравнить со старой но реально она намного шире и больше типа но мне старая больше нравится серьезно даже жопа у старой по интереснее смотрится ну согласитесь типа ну диффузор такой знаете агрессивный ну типа вот это рэш рэш старая более такая знаете агрессивная спортивная это знать какой-то уже жоповоз какая-то знаете такая иномарочка просто обычная да симпатичная жопа община к всем похоже блять ну такой спорный пацаны спорный момент напишите в комментариях что вам больше нравится старая резко или новая понятное дело то что новая быстрее нас чипом будет ехать двести восемьдесят а старая резко или 200 с чипом но я считаю из-за скорости понятно смысла менять потому что я на скорость не особо дрочу как бы но мне и так нормально еще пацаны добавили получается новый интерьер в аптеку смотрится реально пизда то здесь еще нпс стоит внутри реально классный кстати вот здесь подарочек еще есть это аптека в южном возитима банка если что типа реально прикольно выглядит такие плакатики эти покой в детстве кажется но можно было не добавлять потому что ну блять всех уже заебал ты коронавирус типа но и нахуй добавлять или напоминать про эту хуету я решил немножко подарки пособирать с пацанами чисто ну вам показать и вообще посмотреть что там дается ну по идее там нихуя интересно не дают кроме денег там випка наверное эти випка мне не помешает потому что блять у меня випка кончается через два дня или даже через один день поэтому випка небо не помешало ради этого я бы по собирал о 2 дня випа так а ну вип хелп если написать сколько у меня просто было кипка еще есть блять пиздец бакивка два дня обычная випка тоже два дня ну бля ебать попадусь было бы прикольно если бы она не сразу давался ее потом можно было забрать не ну конечно красавчики то что наконец обнову сделали но блять я ожидал большего обнов не было ну сколько месяца 2 наверное ну грубо говоря грубо говоря было месяца 2 обнов не было точнее месяца 2 обнов типа молиба что-то Поярче добавить, все подарки я вам показывать Сразу ли не буду, просто решил Немножко полетать, вам помочь, так сказать С подарками, еще один подарочек Находится над туннелем Который ведет Флоткарина Как выезжать из Флоткарина, вот на горе здесь подарочек Подарки еще, ну, как бы Не все нашли, поэтому О, рулетка Лучше бы золотую хотя бы давали Типа, блять, пацаны, я не знаю, как вам сказать Типа, ну, вот, не прямо охуенная Ну, такое себе, знаете, среднячок Среднячок, типа, ну, и не охуенно Ну, и вроде не охуево Ну, просто смотрите, мне уже надоело, если честно Вот, я зашел, вот, сколько я играю Получается, как я играю, типа, ну Мне уже скучно, серьезно Вот, подарки соберем, все, больше нечем будет заняться Да, добавили занижение, добавили Развал, ну, типа, это не Прям пиздец охуенно, я бы сказал Тем более, это очень дорого стоит Типа, обычный игрок себе не сможет это позволить сделать Допустим, на шестерку Насчет дуэли, в дуэли классно, не спорю Охуенная То, что вертолет добавили, тоже красавчики Ну, блин, хотелось бы что-то еще, знаете, ну Могли бы уже добавить стробоскопы, тонировку Ну, почему они этого не сделали, я не понимаю Занижение-то тоже заебись Ну, блин, не на каждую машину ее поставишь Типа, ну, и не на каждую машину хочется его поставить Добавили стробоскопы, я бы с радостью поставил И тонировочку тоже бы поставил Ну, а занижение, знаете, такое, на любителя На любителя Занижать, типа, ну, бэху нельзя почему-то BMW M5 F90 Хотя, ну, это странно Как бы, почему нельзя, типа Чем она отличается от других машин От той же Ешки, чем она отличается Подвеска такой же высоты Я не знаю, короче, по-значалам сказать Обнова, ну, не охуенная Просто обнова вышла и все Я думаю, пару деньков можно немножко Покайфовать Но потом это все равно доест и придется Что-то саму уже придумывать Также, пацаны, обновили, получается, интерьер ФСБ Сейчас пойдем посмотрим на него Я, кстати, занизил свою машину Это Ешка Ебать, это пиздато смотрится, пацаны Не знаю, как вам Я думаю, вы скажете, типа, вот, колхоз Нахуя-то так сделал Еще розового цвета Но, блин, я хотел сделать стиль, пацаны Я считаю, что у меня это получилось Потому что она у меня была красная Я хочу, чтобы она выделялась и была на стиле Дисочки вообще пушка, мне кажется Вот диски мне очень нравятся Она просто так лежит, знаете Развал, кстати, я не делал Но почему-то он здесь есть Хотя я развал даже не делал Я вам серьезно говорю То, что развал я не делал Но почему-то развал у меня есть на машине Я не знаю, с чем это связано Возможно, это какой-то баг Я пытался себе поставить развал Но он почему-то не ставился, во-первых Во-вторых, писал, что он стоит 3,5 миллиона А таких денег у меня нету Я у Матвея попросил денежку Хотя бы на занижение Он мне дал, большое ему спасибо Сейчас, короче, едем к ФСБ И там уже посмотрим, что там за интерьер новенький Все, я уже подъехал в ФСБ Здесь какой-то пацанчик трется Подарки я, кстати, толком и не собрал Я, по-моему, 4 подарка собрал и все У вас нет пропуска Бля, мы не сможем интерьер посмотреть в ФСБ Бля, так не честно, пацаны Я хотел интерьер заценить Там вроде он реально пиздатый Бля, нихуя у них, кстати, автопарк такой Типа, но у них Ешки стоят, РНЖ Гелики, БТР, фургончики Вот такие вот сейчас стоят Ну, блин, я хотел зайти интерьер посмотреть Так не честно, реально Ну, блядь, ну, не судьба, значит, пацаны Потому что, ну, пропуска у меня, естественно, нету Потому что я не состою в ФСБ Я не состою вообще какой-то организации Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok